ну теперь поговорим о более серьезных вещах как бы как вы понимаете данная конструкция это не серьезно нет смысла использовать какие-то простые свои заполненные данные это такое дело не серьезно поэтому добавляемся от вот этих написанных данных и затем мы будем уже делать более интересный момент и так что нам необходимо создать еще какую еще папочку еще одна папочка это будет папочка дейта точнее дата то есть там будет там будут данные дата классы и новая директория которая будет называться генератор без с пыльпы просто генератор в генераторе мы создаем файл генератор добавляем о нет я его нечаянно не добавил но нам нужно добавить добавляем а сюда мы добавляем файл дата и добавляем его сюда и что нам нужно сделать у нас есть некий человек вы я думаю согласны с тем что это данные для человека и мы создадим универсальный дата класс который будет называться класс персон то есть этот будет класс который будет отвечать который будет хранить в себе параметры человека разнообразные его атрибуты и обязательно нужно сделать это дата классом вот так вот так вот импортируем этот нейм из дата класс из дата класс таким образом почитайте поподробнее что это такое какие преимущества нам дает а как это выглядит на практике я покажу вам сейчас все то есть первое что у нас это все то есть первое что у нас это full name full name затем у нас идет email затем у нас идет current адрес ой-ой-ой-ой-ой так current адрес затем первым перманент адрес достаточно пока что самое основное что надо понимать в дата классах нам необходимо прописывать тип строго тип какой нам какой будет тип у этих у этих свойств класс для того чтобы сразу он будет у нас здесь данном случае одинаковый для того чтобы сразу везде это прописать мы зажимаем alt пальцем зажимаем на клавиатуре alt и щелкаем в конце строк дальше мы пишем двоеточие стр на то есть первую очередь у нас будет пока что это будет уравняться ничему но тип у этих строк нового тип у этих переменных будет строк а достаточно не теперь миPH содержать эти свойства будут строчку дальше мы переходим генераторы заходим в генератор и пишем здесь заходим в генератор и пишем здесь dev generated то есть generated person нам нужно здесь использовать yield, потому что yield нам возвращает генератор наш прекрасный итерируемый генератор опять таки о подробностях обязательно настоятельно заходите в google и изучайте, это очень интересно и полезно так, далее значит person то есть мы так называем наш класс будет называться person соответственно мы видим что здесь person, тут person сами понимаете и нам нужно прописать ну во-первых то есть мы вызывая generate person вызываем класс person с нашими полями поэтому нам необходимо его импортировать это раз во-вторых здесь у нас будет full видите у нас здесь уже есть подсказки full name потом email потом current address потом permanent address пока что это все что нам нужно знать в лишний раз можно записать запятую далее чем заполнять тут у нас есть для этого прекрасная библиотека которая называется faker вот поэтому мы ее сейчас faker import faker надо нам ее установить устанавливаем она позволяет нам работать с большим количеством разных полей данных ну возможно в более таком промышленном масштабе более более коммерческом масштабе faker не будет особо подходить но для такого тренировочного процесса я считаю что он подходит просто замечательно вот поэтому можно его использовать и он работает на разных языках поэтому с ним проблем никаких возникнуть не должно так я хочу добавить его в requirements конечно окей добавили далее что нам нужно для работы во первых мы обозначаем наш faker ru потому что у нас будет значение русский вот вызываем faker то есть основной его класс и прописываем чтобы допустим он был русский нам нужно следующим образом написать затем мы сюда пишем faker ru то есть нам нужен name у нас имеет такой прекрасный first first name то есть что такое full name это first name last name плюс middle name middle name это типа отчество вот ну так как мы на русском оно нужно мы по-русски по-импице здесь делаем на mod стоп ой ну нет конечно же запятушечку нужна всегда плюс далее faker ru faker ru last last name так это у нас функция поэтому обязательно нужно не забывать про скобочки плюс плюс фaker ru middle name вот то есть первое у нас готово это у нас full name потом зачем затем мы делаем значит fake faker ru email затем faker ru допустим у нас здесь адрес ну мы как бы я напишу дважды его то есть он все равно по-разному он уже все время рандомно выбирается поэтому у нас будет два разных адреса пусть они будут разные чтобы максимально вот такой был валидный тест максимально такие данные были вот все готово теперь как бы это все дело использовать переходим в элемент page здесь мы будем использовать наши замечательные генераторы итак что нам здесь нужно нам нужно здесь конструкции следующие для удобства чтобы мы могли это передать и в return также нам нужно что full name ну условно мы вот это вот все скопируем здесь вставим и лишнее все удалим в принципе большое количество строк оно не особо ну как бы оно не особо портит картину если оно дает правильность понимания мы в некотором роде пишем книгу для того чтобы без документации так было понятно мы вот пишем person info next это наш помощник который итератор который нам позволяет взять ровно один одну итерацию то есть по одному раз один раз full name один раз email один раз current address один раз permanent address один раз один раз экземпляр вот этого person один раз поэтому next ой мы используем значит что нам нужно у нас должно быть generated person generated person и таким вот образом ну и конечно же легко мы это дело все импортируем все про генератор генератор генерирует person окей далее что нам отсюда нужно person info full name далее person info email person info current address и person info permanent address и здесь мы прописываем просто full name здесь sorry email здесь current address и здесь permanent address все казалось бы все прекрасно теперь мы делаем return и нам нужно значит full name email current address и permanent address вот вот это все мы копируем здесь вставляем вот таким вот образом вот то есть мы то есть вот эти все возвращенные данные они нам возвращаются в элемент тест и соответственно затем мы пишем assert ключевое слово для проверки которое позволяет нам указать что мы проверяем ну и в общем мы указываем то есть мы проверяем чтобы full name был равен output name понятно дело email должен быть равен output email current address должен быть равен output car address ну здесь немножко и permanent address должен быть равен output ppp output permanent address можно сделать все это дело полегче каким образом давайте сейчас я сделаю мы сейчас запустим запустим и проверим так это или не так все отлично прошло единственное на что хочу обратить внимание конечно же нет смысла писать вот это все можно написать как просто например input data и output data и соответственно вместо всего этого у нас будет всего один assert input data равно output data ну и давайте также проверим работает это или нет и также все сработало прекрасно потому что у нас конечно же одинаково получается ну давайте проверим еще будет ли точно работать там например я здесь вот уберу split пусть у нас будет один из элементов некорректный вот в данном случае когда я все это дело спаял то ну не всегда понятно какая строчка у нас здесь где здесь конкретно ошибка видите какой получается assert все расписано расписано и что ну пишешь что просто вот здесь один из этих элементов какой-то где-то здесь была проблема где-то была здесь ошибка но где конкретно непонятно давайте если вот мы вернем и запустим таким образом где у нас будет покажет ли у нас конкретно где у нас ошибка конкретная ошибка и у нас сразу показывает что ошибка была именно с перманентным адресом связаны да немножко больше текста немножко нагромождение но зато более читать читабельно и мы напишем также везде причин допустим тут assert он принимает себе два аргумента первое это вот выражение которое должно быть проверяем проверено и второй аргумент через запятую это уже сообщение об ошибке если произойдет типа что конкретно произошло и можно здесь написать full name does not match не сматчилось так ну и то же самое касается e-mail так e-mail current адрес и permanent address вот ну и соответственно таким образом весь наш тест готов первый тест чекбокса его page все у нас как бы в норме соответственно все здесь готово следующий наш тест это будет чекбокс очень тоже интересный разнообразный как что тут делать я расскажу дальше а пока ставьте видео на паузу обязательно приведите в порядок все свои мысли немножко отдохните попейте чай кофе и потом обязательно возвращайтесь в порядок подписывайтесь Продолжение следует...